Давайте поговорим сейчас о том, насколько хорошие вышли новости из Европы, из Брюсселя. Сегодня ночью как раз стало известно, что Греции выделят помощь 130 миллиардов евро и подарят фактически 100 миллиардов евро, которые она должна инвестиционному сообществу. На связи у нас Михаил Кузнецов, Банк Ритмо. Михаил, приветствую вас. Вот ваш комментарий. Ваш комментарий и оценка тех новостей, которые мы сегодня получили. Действительно ли это хорошая новость или ничего хорошего как такового не случилось? Тимофей, добрый вечер. Вряд ли эта новость явилась для рынка неожиданностью. И основным показателем этого является отсутствие бурной реакции на всех инструментах и валютных рынков, в том числе и фондовых. Очередное решение принято. Греции оказана помощь. Но это далеко не последнее решение об оказании помощи этой стране. Скорее всего, впереди будут еще какие-то шаги о предотвращении кризиса и скатыванию к неуправляемому дефолту, что на руку частным инвесторам и государственным из Европы и других частей мира. Для фондового рынка это также ничего не означает. Скорее, я бы предпочел обратить внимание, что цены на нефть остаются достаточно высокими. С одной стороны, для российского рынка и для российской экономики это хорошо, но для замедляющейся мировой экономики это негативный фактор на фоне сокращения этой мировой экономики. И также эта угроза, рост цен и эскалация конфликта вокруг Ирана, а также запрет на поставку нефти европейским государствам, в том числе и со стороны Ирана, также может вызвать дальнейший рост котировок на это сырье и, в общем-то, угрожать росту эффективного спроса в мире, подчеркну опять же на фоне замедляющейся экономики. И в целом для фондовых рынков это достаточно серьезная угроза может быть. Михаил, как вам кажется, вот смотрите, 9 марта у нас предстоит обмен облигаций, старых облигаций Греции на новые облигации со списанием существенной части половины их стоимости. Фактически это является дефолтом, но поскольку процедура добровольная, вроде никто ее дефолтом не называет. Вот могут ли здесь быть какие-то сюрпризы? Вот в момент обмена этих облигаций может быть наступление какого-то кредитного случая, например, срабатывание CDS какое-то неожиданное. Быть может, какой-то сюрприз подкинут несогласные с Грецией кредиторы. Что-то может произойти 9 марта или все пройдет гладко? Как показывает практика кризиса 2008 года, получается, что ситуация с Лимон Бразер, с которой, в общем-то, был доведен до банкротства, явилась, в общем-то, таким, я бы сказал, фактором для, в общем-то, всемирного кризиса и продолжение анализа ситуации с этим кризисом, что же к нему привело. В итоге сейчас никто не допустит такой ситуации, чтобы было допущено неконтролируемое банкротство, и вряд ли мы будем ждать каких-то сюрпризов и срабатывание каких-то таких крючков, которые могли бы зацепить к скатыванию в кризис европейской экономики в целом, так и мировой. Спасибо, Михаил, за ваши комментарии.